Привет, дорогой друг! Сегодня я хочу рассказать одну особую историю, которая произошла в моей жизни. В эфире программа Эль Шедай. Поехали! Дорогой друг, буквально год назад, где-то полгода назад, я заболел болезнью. Туберкулез. Это очень опасная болезнь, и, знаете, не так легко выйти с этой болезни. Многие даже умирают, многие кашляют, хорькают кровью. У меня тоже была особая эта болезнь, особый уровень этой болезни. Но произошло чудо. Когда я был в церкви, в церкви Духовный Центр Возрождения, на меня сошел Дух Святой. И я получил полное исцеление. Даже мой летящий мальчик сказал мне одну вещь. Я не понимаю, как, но вы здоровы, можете идти, я вас выписываю. У меня даже есть документальные подтверждения того, что я здоров. Дух Святой исцеляет любую болезнь. И это правда. Вы знаете, буквально недавно у меня сильно болела голова, не знаю почему. Я пришел в церковь, я просто молился. Десять минут и боли нет, просто нет боли. Бог исцеляет любую болезнь. Болезнь – это не проблема. Болезнь можно победить. Дорогой друг, почему на сегодняшний день болезнь можно победить? Потому что Иисус, когда висел на кресте, Он взял на Себя все наши помощи и болезни. Раз и навсегда. Раз и навсегда. И теперь мы, люди, не имеем права болеть. Рак не имеет права быть. Спит не имеет права быть. Разные болезни, такие как по-женски, по-мужски, сколиоз, гепатит, А, Б, С, Д, Е. Люди больны позвоночниками, крыжи, простуды. Разные, 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 разные болезни не имеют права быть в человеке. Но почему болезнь появляется в человеке? Может быть потому, что Бог не любит человека? Нет. Бог любит человека. И Бог не дает болезнь. Болезнь приходит к тому, что ты грешишь. Из-за греха ты открываешь дверь дьяволу, и дьявол дает, вкладывает в твое тело болезнь. Поэтому для того, чтобы не болеть, надо стараться не грешить. Максимально. Но если ты уже заболел, найди живую церковь. И за тебя будет молиться, и ты получишь исцеление. Дорогой друг, сегодня я имею помазание. Помазание Духа Святого на то, чтобы молиться, и чтобы ты сегодня был исцелен. Когда я сейчас за тебя буду молиться, принимай. Принимай то особое исцеление, которое Дух Святой будет сейчас вкладывать в тебя. Я также буду молиться за освобождение от проклятия. Я также буду молиться за свободу по разных сферах, по разных сферах. Начинаем. Всемогущий Господь, Всемогущий Бог, я прошу тебя, Дух Святой, вот я прошу вас сейчас, дорогой друг, закрой свои глаза. Представь, что Дух Святой, как голубь, сейчас находится на твоем правом или левом плече. И прямо сейчас Он пришел к тебе, чтобы исцелить твою болезнь. Представь, закрой сейчас глаза и представь, что Дух Святой рядом. Дух Святой, прекрасный Дух Святой, я пришу тебя, приди. Приди своей силой, приди своей мощью, приди своим господством и коснись сейчас. Слышишь, Дух Святой, коснись своего народа, коснись своих людей, которые плачут и рыдают, потому что болеют. Дух Святой, коснись, коснись, Дух Святой, прямо сейчас, прямо в эту секунду. Во имя Господа Иисуса Христа, я разрушаю сейчас разные онкологии во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас, во имя Иисуса Христа, силой Духа Святого, я разрушаю сейчас всякие онкологии. Я разрушаю сейчас разные язвы. Я разрушаю во имя Иисуса Христа, прямо сейчас, разные болезни в виде рака, такие как аденомы, такие как опухоли. Прямо сейчас, во имя Иисуса Христа, Дух Святой, коснись, коснись особой силой, прямо сейчас, во имя Иисуса Христа, если у вас есть какая-то опухоль или болезнь рака, прямо сейчас Дух Святой освобождает вас, и вы получаете полное исцеление, прямо сейчас идет свобода в плане вирусов, такой вирус, как СПИД, и другие вирусы теряют свою силу и теряют свою власть именем Иисуса Христа, силой Духа Святого. Прямо сейчас Дух Святой входит в вас и разрушает всякие вирусы во имя Иисуса Христа, прямо сейчас сколиоз полностью теряет свою силу, сколиоз, болезнь спины, поломанные позвоночники, прямо сейчас все хрящики, все суставы соединяются воедино, как должны быть, и Божье исцеление, и Божья слава прямо сейчас. Сейчас я молюсь за людей, за женщин, которые страдают по-женски, за женщин, которые делали аборты, за женщин, которые страдают разными видами болезнями, прямо сейчас, во имя Иисуса Христа. Болезнь по-женски и болезнь по-мужски полностью теряют силу. Аденома теряет силу во имя Иисуса Христа. Я молюсь за людей, которые имеют кожные заболевания. Прямо сейчас ваша кожа становится такой, как кожа маленького ребенка, гладкой и шелковистой. Ваша кожа становится прекрасной. Прямо сейчас Дух Святой касается вас и меняет вашу жизнь. Такие болезни, как гепатит, А, Б, С, Д, Е, полностью, прямо сейчас, во имя Иисуса Христа, силой Духа Святого, теряют всякую силу. Прямо сейчас туберкулез, палочка туберкулеза, палочка Коха, палочка туберкулеза теряют свою силу. И прямо сейчас Божье исцеление, прямо в эту секунду, прямо в это мгновение, прямо сейчас люди, которые пострадали от автомобильной катастрофы, люди, которые сейчас сидят в колясках, прямо сейчас, ваши руки, ноги, ваша шея, ваши спины и все ваше тело, оно исцеляется Духом Святым. Именем Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа, прямо сейчас вы можете встать и идти. Прямо сейчас вы можете встать и идти. Прямо сейчас сила входит в ваши ноги, сила Духа Святого. И вы начинаете чувствовать свои пальцы, вы чувствуете свои ноги, вы чувствуете колени, вы можете перевстать и чувствовать. Вам нужно вставать и начинать ходить. Вам нужно забыть, что такое коляска. Вам нужно вставать и ходить, потому что всемогущий Бог, Иисус Христос, силой Духа Святого, исцеляет вас прямо в эту секунду во имя Иисуса Христа. Я сейчас молюсь за людей, которые страдают разными болезнями. Ваша болезнь вам не принадлежит. Она принадлежит Иисусу. Отдайте то, что принадлежит Иисусу. Иисус умер на кресте. Значит, Иисус обязан забрать вашу болезнь. Не держите то, что по праву не принадлежит вам. Отдайте Иисусу то, что принадлежит Иисусу. Иисус умер за вашу болезнь. Значит, болезнь идет на Иисуса. И там прямо в огне, прямо в Иисусе она испепеляется раз и навсегда. Послушай, твоя болезнь это ничто. Тебе нужно просто понять, ты имеешь силу Иисуса Христа и Духа Святого, именно Господь прямо сейчас. Всякую твою болезнь исцеляет раз и навсегда. Я благодарю тебя, Господь, за то, что сегодня ты прикоснулся к своему народу. И твой народ стал свободный. Стал свободный от той зависимости и от той проблемы, которая порабощала и поражала его. Спасибо тебе, Дух Седой. Будьте здоровы!